Друзья, всех вас приветствую на моем канале, меня зовут Артур Аманов и это Ставка дня. Сегодня мы с вами разберем матч Лиги Европы, где встречаются Лиль и Селтик. Свою ставку на этот матч я уже сделал в двухнигерской конторе Мелбет, ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии. И также по промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы получаете плюс 100% бонус к первому депозиту. Теперь давайте перейдем к самому матчу. Лиль в нынешнем сезоне показывает фантастическую игру. Команда занимает вторую строчку на данный момент и отстает от Парель Сен-Жермена, по сути, только по разнице забитых и пропущенных. Фактически Лиль единственная команда, которая в лиге не потерпела ни одного поражения за 8 туров в активе 5 побед и 3 ничьи. Одна из засечек произошла совсем недавно в последнем матче с Ницей, где они сыграли 1-1, что в принципе для догов также является хорошим результатом. А в целом Галте очень хорошо сбалансировал игру своего коллектива. За все турниры команда уже наколотила 19 мячей и в 5 из 9 матчей оставили свои ворота сухими. Также и последний свой матч в Лиге Европы они провели очень хорошо 4-1 против Спарты в гостях. Селтих же в последнее время переживают далеко не самые лучшие времена. Кельты уже больше трех сезонов не могут пробиться в основную сетку лигу чемпионов, а в квалификациях они уступили Ференс Фарешу. Также и в Лиге Европы все далеко не гладко. В первой игре против Милана команда проиграла со счетом 3-1, пропустив дважды еще в первом тайме. В Лиге сейчас дела тоже идут не гладко. Команда находится на второй строчке, отстает от Рейнджерса на 6 очков. Правда, у них есть одна игра в запасе, но хочу отметить, что не так давно они играли как раз таки с Рейнджерсом и проиграли в этом поединке со счетом 0-2. Также очень хочу их отметить в последнем матче с Абредином. Команда сыграла в общем 3-3, но что самое интересное, команда дважды проиграла в счете. И лишь в самом конце на 78-й минуте они смогли выйти вперед, задив с пенальти. Из того же пенальти они пропустили на 92-й минуте и итоговый счет 3-3. Команда отдала очень много сил, но при этом не смогла добыть того результата, которого она в действительности хотела. Вообще, Селти крайне плох в последнее время в оборонительных действиях. С тех пор, как они потеряли своего защитника Абда Эль Хамеда, они действительно очень много пропускают. Это израильский игрок, который получил травму во время национальных матчей со сборной. Что же касается самого прогноза, то, ребята, сделаем небольшой такой итог. Лиль сейчас находится действительно в очень хорошей форме. Команда сбалансирована как в атакующих, так и оборонительных действиях. И на мой взгляд, в сегодняшнем матче они не просто так считаются фаворитами. В отличие от Селтика, который в последнее время показывает далеко не самую лучшую игру, особенно в обороне. И все-таки под вопросом их один из главных защитников, про которого я говорил, израильский игрок. Возможно, сегодня он и выйдет на поле, но в любом случае после травмы он будет далеко не в самых лучших кондициях. Поэтому моей ставкой в этом матче будет победа Лиля. Сейчас вы увидите ее на экране. И также, ребята, напомню вам всем еще раз, что все свои ставки я делаю исключительно букмекерской конторе Малбет. Ссылку на нее я оставлю в закрепленном комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной моей ставки дня. А если же хотите получать больше прогнозов как по линии, так и в лайве, то переходите на мой бесплатный телерам-канал. Ссылку на него я оставлю в описании. С вами был Артур Романов и это была ставка дня. Всем удачи, всем пока.